Книга «Открытым оком», том 20, тема священства, вопрос 3398. Писали, что католические священники влечены на непотребствах с малолетними, и чтобы их спасти от тюрьмы, их архиереи стали продавать храмы, чтобы рассчитаться с родителями, готовыми за большую сумму забрать свои заявления в полицию. А как дело на этом фронте обстоит в православии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне всегда кажется, что такого греха вообще нет, настолько все безумно и сравно. Но вот снова пишут, что уже заплатили католики более 2 миллиардов долларов, как раз за указанное ванью. Что до православия, то и не могло оно быть иначе, потому что уже влипли в эту аферу с монашеством, а значит будут страдать. Чего проще было жениться, плодиться и размножаться. 1 Коринфянам 7-9 «Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». 1 Царство 2.12.17.22 «Сыновья же Илья были люди негодные, они не знали Господа, и грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. Илья же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинье собрание». Цитата. «Голубое лобби в русской православной церкви. Священники с традиционной сексуальной ориентацией боятся, что скоро окажутся в меньшинстве. Среди церковнослужителей православных верующих Свердловской области бушует страшный скандал. Глава епархии Владыка Никон улечен в мужеложестве, а также рукоприкладстве, пьянстве и богохульстве. 52 местных батюшки подали 88 рапортов патриарху Алексию II с жалобами на своего епископа. В ответ руководством Русской православной церкви епископу Санамиту всего лишь объявлен выговор. Родители священнического целомудрия, явившиеся зачинщиками антиканоничного бунта, анти... простите... зачинщиками антиниконианского бунта наказаны гораздо круче. Игумен Тихон Затекин освобожден от обязанности наместника Свято-Николаевского Верхотурского монастыря. Игумен Авраам Рейдман от обязанности наместника монастыря во имя Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге. В истории с разоблачением голубого епископа Екатеринбургского и Верхотурского Никона и последующим отлучением священников, разоблачителей от приходов много неясного и даже фантастического, особенно для тех, кто плохо разбирается во внутрецерковной кухне. Оставим пока в стороне вопрос о том, как чисто психологически этому священнослужителю удавалось совмещать свои прямые обязанности с садомским грехом. Гораздо интереснее два других вопроса. Первый. Почему он прелюбодействовал так дерзко, нагло, почти открыто, не на какой-нибудь конспиративной квартире, как Скуратов, или в подпольной бане, как Ковалев, а прямо в монастырях, доверяя свои сердечные тайны случайным непроверенным людям? И второй. Почему высшие иерархи православные, по определению, самые ортотоксальные, церкви решили покарать не садомита, а тех, кто попытался вывести его на чистую воду? Речь идет даже не о справедливости, а о церковном авторитете. Очевидно, что неадекватное решение синона вызовет не только скандал, но и массовый отток верующих, а в связи с этим, если рассуждать более меркантильно, значительные финансовые потери. Получается, православные авторитеты сознательно терпели неизбежные в этой ситуации убытки, лишь бы оставить епископа Никона на его посту? Выходит, решение это связано с некой принципиальной позицией патриархии. Каковы же эти принципы, каковы критерии кадровой политики в Русской Православной Церкви образца 99-го? Суть понимания этих загадочных критериев можно найти в словах самого Никона. В рапорте игумена Тихона наместника Верхотурского Свято-Николаевского монастыря говорится, что Никон требовал приводить к нему для сексуальных развлечений юноши келейников. Архиерей Садамид заявлял при этом, «В других епархиях настоятели монастырей занимаются поставкой мальчиков правящим архиереем. Если на мое место придет другой архиерей, то от тебя никто... он тебя, Тихон, выгонит за то, что ты не будешь поставлять ему мальчика». Это не было блефом, пустой угрозой о том, что голубой засуг священнослужителей явление, если не повсеместное, то, по крайней мере, достаточно распространенное. Есть не только устные свидетельства пострадавших, не только слухи и толки, но и вполне конкретные факты из криминальной хроники. В Москве, например, не так давно проходил весьма примечательный судебный процесс, где в роли потерпевшего выступал и романах Амбросий из храма всех святых на Соколе. Судили двух юношей, Ивана Лукашко и Дениса Ковалева. Судили за нанесение тяжких и интересных повреждений. Денис пырнул отца Амбросия кухонным ножом. История банальна. Ирманах познакомился с парнями на улице, пригласил их в офис церковного издательства, где он работал, напоил коньяком, помыл в душе и вместе с ними вазалек. Парнишки попытались было оказать сопротивление, но дородный батюшка проявил настойчивость. Денису ничего не оставалось, как схватить нож. И такие истории сплошь и рядом. При расследовании убийства отца Александра Мения выяснилось, что примерно в то же время было убито еще несколько священников. В связи с этим следствие отрабатывало версию о маньяке-гомосексуалисте, сводившем счеты со своими партнерами. Еще один весьма характерный случай произошел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Там за соучастие в изнасиловании арестовали и ромонаха Владимира, настоятеля единственного в городе православного молитвенного дома. При обыске у святого отца обнаружили целый секс-шоп, видеокассеты с крутой порнухой, несколько искусственных половых членов и прочих от них не церковный утварь. А кроме того, отыскали наркотики, марихуану. Позже выяснилось, что за спиной у 32-летнего батюшки 8 лет лагерей. В истории с отцом Владимиром все более-менее ясно. Многие люди меняют свою половую ориентацию в зонах, где их опускают, петушат за различные проступки. Но почему подобные же наклонности образуются у вполне цивилизованных людей, проповедующих христианские добродетели, помняющих, что за сексуальные извращения Всевышний уничтожил пять городов? И почему церковное начальство постоянно опускает глаза на греховные наклонности православных пастырей, так же, как и на их уголовное прошлое? Характерно, что героями большинства голубых скандалов становятся монашествующие священнослужители. С одной стороны, постриг дает шансы для более быстрого карьерного роста. В православии именно монахи стоят на самых высоких ступенях церковной иерархии. Но с другой стороны, жизнь в монастыре чем-то сроднее жизни названий. Дефицит женского пола компенсируется за счет собственных ресурсов. В данном случае силами юных послушников и семинаристов. Так, вероятно, было испокон веков. Так, вероятно, было испокон веков. Но именно сейчас конфликт между священниками нетрадиционной ориентацией и священниками-натуралами достиг особой остроты и уже выплескивается в СМИ. Дело не в так называемой гласности, но в том, что настоящих священников, не атеистов в рясах, все больше беспокоит одна страшная тенденция, которую они сами называют «голубым лобби». Нетрадиционная ориентация батюшек все больше превращается в традиционную. Все больше голубых священнослужителей оказываются на ключевых постах в региональных епархиях. Осведомленные люди замечают, что это происходит не по закону случайных чисел, но является продуманной кадровой политикой. Ничто не объединяет людей сильнее, чем соучастие в преступлении. Круговая порука клерикалов только крепнет от их общих гомосексуальных тайн. Описанные в рапортах потерпевших священников и семинаристов приставания со стороны епископа являются в некотором смысле кадровым отбором. Понятная вещь, что небедные архиереи мог бы найти мальчиков и на стороне. Рынок всемосможных сексуальных услуг в России достаточно сформирован. Но этому святому отцу было важно, чтобы в контакт с ним вступали свои. Предложение заняться любовью являлось своего рода проверкой на вшивость, поиском сторонников и соратников. Не случайно за согласие разделить с ним постель епископ обещал повышение по церковной службе и, в общем-то, выполнял свои обещания. Голубое лобби создаётся по вертикальному принципу от маленьких приходов до мощных епархий от ячков до архиепископов. Свердловский бунт ретроградов по большому счёту был жестом отчаяния. Отец Тихон и его единомышленники, похоже, не были удивлены реакции патриархии, потому и не очень торопились сообщать о шалостях в кавычках епископа Никона. Они не сомневались, что епископ имеет высоких покровителей. Что информация, поступающая к патриарху, строго дозируется, и симпатия тех, кто её фильтрует, не на стороне разоблачителей. Увы, предсказуема была и реакция священного синода. Не то чтобы члены этого высокого собрания имеют пресловутую ориентацию, просто нынешнее положение вещей православную элиту вполне устраивает и с точки зрения управляемости церковными кадрами, и с точки зрения стабильности и преемственности власти, и с точки зрения совместного бизнеса. Общеизвестно, что русско-православная церковь сегодня это мощная финансово-промышленная империя. Фактически каждый приход – это коммерческое предприятие, оперирующее в основном чёрным налом. Наряду с мелкими фирмами есть и солидные концерны-крупники. Такие, как предприятие «Софрина», в пору расцвета таможенных льгот, ставшее одним из крупнейших в России импортеров табака, а также вина из Европы. Кроме того, РПЦ является главным соучредителем РАО МЭС в середине 90-х возглавившего список крупнейших нефтяных спецэкспортеров. Кроме того, под контролем РПЦ до недавнего времени действовала ОЗТ Мартгемма – предприятие, созданное для огранки алмазов, но на манеры Голден Ада предпочитавшие отправлять необработанные камешки, поступавшие из кладовых Гохрана за рубеж в основном в Бельгию. Кстати, по некоторым сведениям, Артгеммы якобы покровительствовал замруководителя Гохрана Александр Абрамов, тяготевший к общению с голубыми клириками, которых он не раз одарял сокровищами Гохрана. Гохрана – это государственное хранилище всех алмазов. Гохрана. Вот так ударение делать. Гохрана. Очевидно, что значительная часть церковных, в кавычках, финансовых потоков проникает через ту область нашей экономики, которую признана называть теневой. Бизнес этот связан с большими рисками, с повышенными требованиями к хранению коммерческих тайн. Строится больше не на бумажных, а на устных договоренностях. Интимная и одновременно греховная связь партнеров по бизнесу – лучший залог надежности и стабильности предприятия. Кстати, упомянутый герой голубого скандала, отец Амбросий, крестил и проповедовал не где-нибудь, а во сверхсвятой церкви, которая… Сергей, ну ты прочитай правильно, все святые, это же большая разница. Название всех святской, никто же не догадается, что ты считаешь. Одно слово. Обо всех святской церкви, которая застойных времен была второй в Москве по доходам после Кафедрального собора. А покровитель отца Амбросия, настоятель всех святской церкви, епископ Бронецкий Тихон возглавляет, к тому же церковное издательство, является, если можно так выразиться, одним из топ-менеджеров православной финансовой империи. Автор этих строк имел долгий и откровенный разговор с отцом Фомой, одним из тех священнослужителей Свердловской области, которые осмелились перейти в открытую оппозицию к голубому епископу. Меня интересовал тот вопрос, который прозвучал в начале этих заметок. Как чисто психологически сочетаются в умах православных иерархов священно действия и сексуальные извращения. Являются ли эти люди в рясах убежденными атеистами в лучших традициях советских времен, когда церковная карьера зависела от согласия с сотрудничеством с КГБ? Или они все же мнят себя верующими, однако провели негласную ревизию христианских канонов, отменили для себя многие запреты и с недавних пор не считают гомосексуализм грехом? Так поступили, например, некоторые из протестантов. Впрочем, и русские традиции, богатые различными юридическими течениями, связанные с сексуальным ревизионизмом православия, вспомнил хотя бы хлыстовство. Так может, это не атеизм, а новая ересь? Отец Фома сказал, что не знает ответа на эти вопросы, но помнит, что именно такого рода вырожденнические тенденции в церкви описаны в апокалипсисе. Те же слова я слышал и от других священников. Похоже, голубые скандалы подхлёстывают в религиозной среде апокалиптические настроения не в меньшей степени, чем война на Бакланах. Конец цитаты. Журналист Максим Гликин. Волтанах, в Бакланах. Второе Петра 2.13. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают... Не получают, а в будущем получат. Буху не подставляй. Второе Петра 2.13. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Соромники и осквернители. Соромники. Кремленов 1.27. Подобно и мужчины, оставив естественное женское употребление женского пола. Сергей, ну слово... Смотри. Естественное употребление. Слово употребление ты выбросил. Как же так? Римлянов 1.27. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчина, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Иуды 1.7. Как Содом и Гамора, и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть. Как можно меньше тратить на себя, стараться обойтись без лишних слуг, пусть даже князь не из простых трудяк, что говорю, прими, не будь же глуп. Предела нет в желаниях у плоти, все больше слаще, круче и шикарней. Завистники отнимут то по злости, придется на исходе кровью харкать. Детей учите обходиться малым, не валуйте ненужными вещами, им искушение от щедрости настанет, слова писания в том горе предвещают. А весолом был баловнем отца, завел от праздности с полсотни скороходов. Война за волосы поднимет под лица, Давид молчал и не словечко против. Учите скромности, остатки доедать, беречь, не новое уметь тот час заштопать, иначе горе, воровство, беда, от бедности укоров громкий шепот. Благоустраивал Адам свою пещеру, легко ли было прокормить семейство. И не наперстком ли он масломерил, над бедностью его пока не смеся. Он выжил, уцелел, не возроптал, пот проливал, вкушая хлеб насущный. Ни газ, ни электричество, дрова. Нет телевизора, а жил, видать, не скучно. Благочестивым стать и быть довольным, приобретение высшее с достатком. Ведь человек лишь червь, сравнялся с морью, беззубым стал, обаловался сладким. Уразумей, что рядом где-то змей, подталкивает к зависти злодейские. Я говорю о мылостине, сам разумеем, расщедренность к бедным и по-царски действует. 28 февраля 2007 год. Игнатий Лапкин.